друзья всем привет с вами мастерская странной камни меня зовут дмитрий голос за кадром как всегда никита здорово и пока в преддверии нового года вся страна готовит студень мы поговорим о том как готовить костный клей почему выбрали эту тему сегодня потому что было много вопросов в комментариях как его делать как его правильно готовить подготавливать пользоваться и так для начала нападаю понадобится непосредственно сам костный клей вариантов несколько точнее два либо покупаете рога и копыты и дома варите но скорее всего вас жена из дома выгнута потому что вонь будет дико либо покупаете готовый выглядит это вот так шарики мы жируем и из черной икры клея из коричневой не просто не видел я черный обратите внимание на цвет вот эти шарики у нас темные такие некрасивые это не очень качественный клей с чего ты взял я это знаю откуда из youtube чем светлее клей чем он ближе к гентарным цветом тем выше качество но сейчас есть проблемы с закупками клея поэтому вот чем богат тем и рады в принципе с этим клеем очень неплохо работать на в чем существенная разница хорошего клея и у плохого костного клейкость сама клейкость ну на изделие это как бы ну в нашем случае чем чище клей тем дольше будет жить тесто при минимальной концентрации получается расход уменьшается ну да причем как бы существенно уменьшается вот для адептов пва кмц и прочего прочего скажу сразу убить его можно это небольшая проблема с костным клеем можно купить по килограммам пасовку можно купить мешками там 25 килограмм пасовка кто-то мне писал что нахер через почту не хочу запариваться купи сразу 25 килограмм тебе этого хватит примерно на полторы тонны гипса можешь дворец не знаю какому-нибудь президенту нигерии обшить с кальелой и тебе клей не портится лёгий вот шукаю условия хранения глина нет главное чтобы было сухо то есть сухое помещение проветриваю а так в принципе без разницы и умащи по барабану да ну и подальше отряд от жен вдруг они решат что это какой-нибудь бульонный кубик шарик там или черная икра как я уже да да и тебе потом есть такой суп друг так что меня от жены слабо не умничай все впереди вот так что не бойтесь заказывать покупать даже если возьмете на пробу килограмм но это все равно до хрена да хотя бы просто проработать да пойдет ну пойдет не то что не пойдет не пойдет но пойдет в любом случае просто нужно будет к этому привыкнуть единственно при заказе придется чуть-чуть повозиться это не заказ на озоне или вайлбересе где в один клик вы нажали вам привезли да действительно первые наверное минут пять-десять придется поискать поспрашивать потому что очень много есть сайтов которые уже давно не активны но в целом все возможно и доступно нужно потратить чуть-чуть больше времени чем вы хотите а или написать нам я ссылку скидывал магазин который купал а мы оставим в описании ролика ссылку просто не не будем мы не будем это не кто нам не заплатили нам не прислали клея на новый год вот значит как же его готовить для начала берем вот эти вот замечательные шарики и смешиваем их с водой в пропорции один к одному просто заливаем водой как это взвешивать очень важный момент до пропорции соблюдаются не по объему а по весу то есть на 100 грамм клея грубо говоря 100 грамм холодной воды не миллилитров именно грамм то есть все через весы значит залили в банке я обычно делаю стеклянных банках далее ему два-три часа постоять чтобы он немножечко разбух а потом на водяной бане его распускаем то есть чтобы у нас превратился такой сиропообразный такую субстанцию значит с водяной бане тоже очень аккуратно греем не выше 60 градусов как определить 60 градусов ну палец если палец не сварился значит все хорошо часто используешь всегда 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 меряю температуру пальцем клеем слава богу мы не в кузнице работы вот значит поварили мы его он у нас растворился все масса однородная дальше нужно его разбавить водичкой увеличиваем тот объем который у нас есть в банке в пять раз и все клей готов но если у вас клей хреновый как у нас то можно его еще процедить даже нужно наверное через марочку лучше марлю потому что процедили выкинули через сит и не носит потом мыть ну лишний геморрой вот то что у нас с вами получилось банки это так называемый первый клей на нем мы не работаем с вами это концентрат который мы дальше будем использовать при замесе тесто для оселкового мрамора будем разбавлять его водичкой разбавляем один в десяти ну один десяти один в пятнадцати все зависит от вашего гипса от ваших рук умений способности начните с раствора один в десяти а там дальше можно даже его делать более жидким до 12 115 просто чем у вас концентрирование будет второй клей тем дольше будет жить гипс вот если все сделать правильно как я сказал да то такое тесто будет жить ну минимум час сухое тесто если там кто-то любит на жидком работать вот как как раз в технике скальолы работает там тесто всегда жиже гораздо то соответственно будет тесто жить еще дольше чем час может там полтора-два можете развести вообще за один пяти дня три но это для тех кто не успевает замешивать формировать узор по поводу хранения тут есть момент это все-таки не пва и некоем c не получится оставить готовый клей просто где-то на столе будут определенные проблемы какие виде запаха и новых форм жизни в банке с клеем клей прекрасно хранится в холодильнике полгода прям запросто простое то есть я делаю как я его сварил банки в холодильник убрал и когда мне нужно в работу клей сразу скажу он в холодильнике превращается в желе я вот этого желе себе сколько-то взял сколько мне нужно навес все мастерской водой развел пожалуйста работа остальная банка стоит в холодильнике вот разведенный клей тоже конечно желательно не оставлять на следующий день а использовать сразу ну если у вас например на рабочем месте холодно ну прям совсем холодно тогда да можно оставить если комфортная температура теплая то он больше суток точно не стоит ну да ну он даже если еще не испортится на не протухнет но запах от него уже пойдет у нас мастерская небольшая если мы кувшин с разведенным клеем забываем вылить и оставляем его на ночь утром заходишь конечно удовольствия очень мало так еще такой момент по поводу воды вот тоже это очень важно если вы берете водопроводную воду для приготовления клея и для приготовления первого клея и для приготовления 2 до тоже разбавление если это водопроводная вода постарайтесь чтобы она была кипяченая это важно либо берите очищенную воду в магазинах в бутылках попробуйте и так и так в чем разница поймете почувствуете разница очень большая вот вроде бы все ну есть еще такие моменты как добавление гашона извести в клей мы этим одно время пользовались сейчас в принципе уже и не нужно можно все концентратом для себя выровнять без добавления ну если кому-то что-то интересно произвести пишите в комментариях я там объясню чего нужно делать вот а так проклей все можно возвращаться опять к приготовлению холодца или кто там чего еще готовит вот как-то так сейчас никита поздравит вас с новым годом он мастер на речи я не умею толкать речи толстая ну что мы желаем наша мастерская желает вам самого яркого блеска в новом году и в жизни и в изделиях талантливому вот чтобы все что вы задумали с гипсом и не только у вас всегда получалось что еще можно сказать но естественно здоровье потому что но это важно вот как бы да желательно не курить как дмитрий ведет да и вообще не лениться в новом году самое главное это я и себе тоже пообещаю всегда лучше доводить дело до конца и не бросать на полпути какое-то изделие недоделанное иначе потом у вас просто случается склад и от этого становится грустно вот а доводить конец до дела не конец до дела но это уже пожелание пожелание а может быть вы что-нибудь тоже скажете всех с наступающим новым годом кто смотрит сегодня или завтра те кто будет смотреть после 1 января уже с наступившим новым годом спасибо вам друзья что этот год были с нами нас мало но мы в тельняшка так там говорят примерно но то не в тельняшке футболки вот друзья спасибо что были с нами надеюсь на станет больше в следующем году как так всем пока всего доброго